Эти вагоны служили верой и правдой почти с момента открытия Самарского метрополитена, но у всего есть свой срок годности. Однако, в случае с подвижным составом, период эксплуатации можно продлить. Для этого прошедшим летом старые вагоны отправили в Санкт-Петербург на капитальный ремонт, который производился в заводских условиях. Спустя почти 4 месяца транспорт вернулся. Новые колесные пары, тележки, ходовая, пневматика. Полностью обновлен салон, он с новыми сидениями, яркими светодиодными светильниками, специально отведенными местами для маломобильных граждан, установленными системами видеонаблюдения и пожаротушения. Также для повышения уровня безопасности в межвагонных пространствах установлены предохранительные устройства, перегородки для исключения вероятности падения пассажиров между вагонами состава. Эти и другие работы в рамках капитального ремонта, согласно заключенным контрактам, производятся на протяжении нескольких лет. Новый подвижной состав постепенно вытесняет устаревший. Претерпел изменения внешний вид транспорта. Именно такими в Самару после капитального ремонта возвращаются вагоны метро, готовые выйти на линию уже в скором времени. Но сначала необходимая подготовка и обкатка. На пуск-наладку приблизительно мы отводим себе две недели. Дальше произойдет уже обкатка подвижного состава. Если все хорошо произойдет, то значит будем ориентироваться, что через три недели состав выйдет для работы на линии. Как правило, обкатка проходит в ночное время, чтобы не мешать движению других поездов, когда метрополитен открыт для пассажиров. Обкатка позволяет выявить недочеты и отработать замечания, и только после этого состав направляется для совершения регулярных рейсов по ветке. Стоит также отметить, что вагоны перемещались до завода и обратно своим ходом, на своих осях и колесных парах, с помощью локомотивной тяги. Специалисты поясняют, ширина железнодорожной рельсовой колеи идентична ширине колеи метрополитена. Обновляют вагоны благодаря государственной программе развития транспортной системы Самарской области на 2014-25 годы, а именно ее под программой развития пассажирского транспорта в Самарской области. В целом с 2020 по 2022 годы обновили и модернизировали 26 вагонов. С таким результатом город отметит предстоящий юбилей 35-летия Самарского метрополитена, самого экологичного и скоростного вида общественного транспорта. Есть вагоны, которые прошли капремонт, есть и новые, которые муниципальное предприятие получило в позапрошлом году. Действительно радостное событие, что уже в Самаре находятся 5 практически новых вагонов метро, и на сегодняшний момент из 50 вагонов, которые в Самарском метрополитене отремонтировано более половины, и, конечно, к открытию станции метро мы планируем обновить практически весь подвижной состав Самарского метро. После ввода в эксплуатацию станции театральный интервал движения по ветке сократится до 7-8 минут за счет увеличения выпуска электропоездов на линию. Сейчас одновременно выводят 5 поездов, каждый сформирован из 4 вагонов. Попеременно включаются в работу и другие поезда. В графике обязательно учитывается необходимость их обслуживания, текущего ремонта, прохождение ТО, санитарного содержания подвижного состава и так далее. Благодаря программе капитального ремонта обновления вагонов Самарского метро продолжится и в будущем. Как отметили специалисты профильного предприятия, чтобы полностью отремонтировать подвижной состав действующего парка, понадобится еще около двух лет. В следующем году планируют обновить порядка 10 вагонов. Почти столько же на ремонт в северную столицу страны отправят еще через год. Сотрудники метрополитена просят граждан не оставлять после поездок мусор, не портить внутренние поверхности и кузова вагонов и в целом бережно относиться к подвижному составу. Андрей Горгуленко, Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, Николай Сидоров, Василий Калдашов. События.